па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий от Куплинов Плей а это Плагуе Инк внезапно опять, почему бы, собственно, нет а почему бы, собственно, и да, спросил бы ты а я тебе отвечу, она у меня есть на телефоне оказывается, давно уже есть, она, я не помню, она платная, не платная, по-моему, она платная на телефоне была, но она у меня, короче говоря, есть я случайно промахнулся по ярлычку в Зорузе, она включилась и там появилась какие-то новые сцены какие-то фейковые новости какая-то вся херобуряна, которая, собственно заставляет верить во всякую чушь и дичь, и я скачал на компе ее опять и действительно есть, тут оказывается, короче, много новых сценариев, да, появилось официальных фальшивые новости, какие-то настольные игры, отрицание науки, коровье бешенство где все, летный клуб, короче, какие-то из них мы проходили судя по тому, что здесь помечены какие-то вот эти вот непонятно что это, скорее всего мы все это проходили, вы все это смотрели, окей давайте посмотрим на фальшивые новости попробуем сегодня, что это такое вообще от диких теорий заговоров до предвыборной клеветы любая ложь и дезинформация распространяется в нашем мире подобно болезням, в этом уникальном сценарии вам нужно будет создать фальшивую новость и менять ее с помощью всех доступных вам современных инструментов и психологических трюков сможете ли вы обмануть весь мир, создана при поддержке профессиональных организаций по проверке фактов фулл факт и политифакт окей, давайте попробуем давайте посмотрим, потому что это весело типа кругом сейчас, кругом все вручную пизде вот эти все начинается так, а при чем тут моют руки? при чем тут читы? а, да, читы, окей, читы, я помню, что мы их мы их не будем, да, ничего трогать, читы не помню, так, сложный простой, для новых игроков никто не моет руки, врачи не работают, заболежки людей обнимают 67% моют руки, врачи работают 3 дня в неделю, больных людей игнорируют, сложный мыть ее рук обязательно, врач я не понимаю, при чем тут вообще фальшивые новости мыть ее рук, ладно, оставлю средние, я не помню, в каком мы играли если что, на канале есть очень много, по-моему, серий по плагуинку очень веселая игра, между прочим так, назовите вашу болезнь а как ее назвать, подожди-ка фальшивые новости и... как это было написано-то? Ctrl-Z не работает? как было написано, я посмотрел пропустил фальшгейт блин, тут ворота вообще причем тут врата, ворота я, наверное, знаешь, какая балаболесть балаболости или пиздоболости я даже не знаю, давайте напишем вот так вот вот так как-то, вот так потом PS, действительно, PS, вот так а почему где, вот, вот P, допустим, PYS PYS PYST, короче, я не... PYST, PYST, PYST до болости я не знаю, RYST, RY, SZD возможно, это новый химический элемент P, это PLUMBUM, это свинец а P, это PLUMBUM, свинец какой-нибудь PYST, я не знаю, почему PYST да, фальшивая новость и дезинформация вымысел можно называть это как угодно так или иначе вы собираетесь обмануть весь мир и вам поверят хорошо, пока удалось обмануть лишь одного человека но правдоподобность вера... правдоподобность веральность и некоторые другие ухищрения все изменят причем совсем скоро я не особо помню как в это играть я помню, что есть пробел это пауза да, как это играется мне нужно куда-то сейчас что-то нажать или как это как это работает-то население хорошо, а что делать-то откуда у нас все фейковые новости идут отовсюду куда бы тыкнуть-то а что делать-то так, а, в России можно тыкнуть фейковые новости окей, поехали у нас же борются короче с этими типа у нас за это сразу это в жопинг-попинг делают за фейковые новости давайте собственно отсюда и начнем почему-то, собственно, нет так, обманутый один человек откройте в меню фальшивые новости чтобы завершить создание новости пыст иначе оно не начнет распространяться хорошо тихо пробел я нажимаю пробел это у нас получается пауза так, фальшивые новости допустим история развития манифест развить ой, как много всего манифест что это такое вообще связан с временными научными разработками такими, как наше понимание формы зимнего смогут навредить экономическому развитию и будущему научному пониманию так, у меня ноль бюджета это все бесплатно первые, да? бляха, серьезно? пыст, рыст окей, допустим окей это были фальшивые новости о науке фальшивые новости о медицине связаны с медицинскими вопросами такими, как терапия лекарства и прививки могут навредить здоровью отдельных людей и привести к смерти так, а мы прям за мудло играем да? прям за ебучие мозга я понял, все хорошо я понял, ладно так, здесь что, комары фальшивые новости о законах связаны с согласительными системами в том числе судами, полицией и юридическими организациями могут навредить тем кто нам служит и защищает закон информация о фальшивой политике связана с устоявшимися политическими системами таким, как парламенты конгрессы и монархии могут подобрать доверие к власть к власть придержащим навредить экономики и здравоохранению так, а у нас какой вообще смысл-то? просто что-то сделать и пиздать как следует? окей, разберемся так, здесь у всех новостей по-моему да, есть разные показатели виральность, правдоподобность виральность это получается как бы вирусность, что ли чем больше вирусность тем она быстрее разойдется значит нужно брать ее значит нужно просто выбрать самую большую виральность и начать с нее виральность вот, кстати, очень хорошо виральность и правдоподобность здесь большие возможно, что это начать с этого Фальшивые новости об эмиграции. Связаны с вопросами эмиграции и эмиграции, такими как беженцы или рабочий переезд. Могут навредить конкретным личностям, обществу и экономике отдельных стран. Я даже не знаю. Давайте вот... Нет, подожди-ка, здесь разные. Давайте о политике начнем. Почему бы, собственно, нет? Так, сообщество здесь... А, нет, вот это самое выгодное. Об эмиграции самое выгодное, то есть везде все самое большое. Хорошо, окей, поехали. Хорошо, окей, поехали. Так, это что такое? Это все... А, это уже не за деньги. Подожди, а как же это все бесплатно делается? А где смысл тогда? В этой же игре не должно быть все бесплатно. Или типа я бесплатно что-то выбираю, а потом все платно будет качаться. Так, источник элита. Это источник, откуда все будет распространяться. Малая часть общества с большими запасами богатств, привилегий или полномочий. Люди, значит, физически и ручным трудом. Но здесь опять-таки нужно выбрать то, что наиболее большое. Это будет логично вполне себе. Как тут много всего, бляха. Как тут много бляха-муха всего. Но они на самом деле не сильно меняются. Возможно, источник фашиста, источник работы. Это, получается, источник фейковых новостей. Кто их запустит? Соответственно, от того зависит. От того, кто их запустит. Скорее всего, они будут более правдоподобны. Или что-то того. Так, источник женщины, источник студенты. Ухажайте, студенты вечных пизда. Окей, давайте пусть студенты в своих кругах начнут нести бред и ересь. И начнут в нее верить. И все, и пиздец. Они как бы вырастут. Они же как бы встроятся на работу. А в голове уже сидит вот этот ебанут. И как бы все, и расползется только так. Это, правда, в долгосрочной перспективе, но не знаю. Ну ладно, пусть будут студенты. Пусть будут они. Так, здесь чего у меня? Это тоже все бесплатно. Так, а мотивы какие? Мотив этого всего. А, это мотив всей нашей, получается, фейковой хуйни. Окей, мотивы месть. Мотивы подрыв демократии. Мотивы издевательства. Мотивы ску... Сделать, вот, тоже заняться в большине. Бля, это так похоже на студентов. Так, мотив хаос за тем, как горит мир. Подрыв демократии. Финансовая выгода. Слава или политическая... Не, окей, я возьму скуку, потому что... Ну, типа, знаешь, сидят такие студенты, пацаны, там, девки в общаге сидят такие, бля, скучно, ебать, что бы сделать. А давай скажем, что крот ест человеку глаз, когда тот спит во время первой африканской месячной луны. Я не знаю, возможно, так. И все такие, блядь, серьезно? Подожди, а какая сейчас африканская луна? Сейчас какая... Какой сейчас смесь, а какой цикл африканской луны? Секунду, подожди, я слишком близко живу к первому этажу. Блядь, а вдруг крут меня залезется, съесть мне глаз. Нихуя себе. Окей, поехали. Так, получается. Получается. А сделать это, потому что заняться нечем. Не могу передать. Кому передать? Теперь все... Да серьезно, что ли? Это мы развиваем настолько серьезно... Это настолько все тут продумано нужно сделать. То есть мы... Окей. Мы развиваем себе новость о миграции. Это имеется в виду, что нам нужно отсюда бежать, потому что... То есть это начали студенты. Они говорят, нужно отсюда бежать, потому что какой-то пиздец происходит. Потому что нам скучно. А во всем этом виноваты кто? Правильно, ученые, знаменитости, политики, искусственный интеллект, пришельцы, иллюминаты, котята, собаки, блядь. Бизнесмены, иностранцы, лоббисты, технологические компании, журналисты, мировой лидер, расисты, коммунисты, мужчины, женщины, пожилые, дети, рабочие, элита, офисные работники или сами студенты. А, окей, сами студентов нельзя сделать виноватыми в том, что это скучно. Так, кто виноват в том, что студентам скучно, интересно спросить? Кто виноват в том, что виноваты преподы, потому что не дают им веселой информации, наверное. А может быть, виноваты искусственный интеллект, возможно? Как, подожди, как может быть искусственный интеллект виноват в том, что студентам скучно? Пока непонятно. Пока непонятно, но как ты можешь? Вот компания, представящие услуги связаны с современными технологиями интернетом. Ну, нихуя себе сейчас бы... А, точно! А не отключили интернет! Ебучие технологические компании отключили интернет, и студентам стало скучно. Но это, блядь, это... Это хоть завтра слуга. Да хоть это уже случилось, мне кажется. Вот сейчас кому-то тетрадь отключи, все, понесется. Пойдет мозг, все, окей, технологическая компания, все, виноваты. Согласен. Так, все нормально? Все, поехали? Хе-хе, че? Дальше нужно что-то делать? Так, от развития пошло. А вот здесь уже нужны деньги. Так, сарафанное радио. То есть мы сейчас передаем все, что виноваты ебучие технологические компании, и нам нужно отсюда валить, потому что интернета больше никогда не будет. Вот вам и повод, пожалуйста. То есть студентам внезапно, ну, поломка, не знаю, гроза, дождь, все, что угодно, внезапно чуть-чуть, но немножко отключили интернет. И один такой, ебать, ему стало скучно, он такой, а пойду-ка я соседу расскажу, что ебаный интернет-провайдер, вот этот пес ебучий мой. Он, короче, мне отрубил интернет и сказал, интернета больше не будет никогда в жизни в этой стране. И они все вдвоем уже, а их уже 15 человек, которые 30, вся общага нахуй. Они решили съебаться из страны, потому что в этой стране у нас интернет больше не будет. Вот и все, вот и готовый задел. Все, я понял, это что такое? А, это статистика общая, ебать, я вообще ничего не помню. Так, ладно, взял, взял, окей, первоспособный взял, пойду еще прокачаю сразу. Устная передача пошла, без проблем. Так, пошла устная передача нашей новости, кругом, везде вообще. Так, здесь 5, 3, 1, 5, окей, давайте пока покопим, потом разберемся. Значит, здесь у нас плей. Фальшивые новости об эмиграции. Мотив, скука, источник студенты, виновные технологической компании. Все, пыст, окей. Полный пыст, уходим из этой страны. Мы уезжаем, садимся на самолеты, на корабли и куда угодно, и валим нахуй отсюда. Это что такое? Что такое, что такое? Это кто? Так, это корабль сейчас какой-то, да? Окей. Так, а обманутый 1, проинформированный 16 о том, что это пиздец или смысле? Что значит проинформированный? Проинформированный, это значит, что их уже нельзя свести с ума, правильно я понимаю? Так, у меня 2 есть, если что. Окей, пока. Подожди, пока очень плохо все развивается у меня, что за хуйня? Для выигрыша новость пыст должна привести к обману большей части мира. Люди, которые догадаются, что новость пыст является фальшивой, станут проинформированы. Вот, окей, то есть это все плохо. То есть это прям плохо, если что. Это прям очень-очень плохо, секунду, это пауза надо нажать. То есть 2 обманутые? А кто успел проинформировать, вы что охренели, что ли? Уже 1700 человек таких говорят, что думают, что это все хуйня. Так это не вранье, это не, серьезно, скучно стало, пиздец, интерната нет до сих пор. Уже 15 минут без интерната сидим, что делать-то? Ну его никогда в жизни больше не будет здесь. Так, ладно. Целевая реклама на радио. Но, во-первых, в каждом институте должно быть какое-то институтское радио, там, не знаю, общажное радио. Что-то такое, знаешь, сформированное на площади одного здания. То есть мне кажется, что преподы и все, кто причастны к руководству институтов, студентам не дадут про такую хуйню распространять. Окей, не пойдет нихуя. Так, а в печати заключать договор с рецептами печатными изданиями, газет, журналами, повлиять на редакторов, оплатите недостоверную рекламу, немного увеличить виральность и правдоподобность. Хорошо, радио. Свяжитесь с радиостанцией в ведущем, а вот эти рекламы, но это получается не на местном радио, он каком-то прям на городском, там, например. Немного увеличить виральность и сообщество. Хорошо. А это что такое? Влиятельность. Добивайтесь от влиятельных личностей, журналистов, писателей и поддержки для своей дезинформации. Шесть. Окей. Здесь чего? Создавайте сайты и формы, платите за рекламные баннеры и партнерские материалы. А как? Интернет-то у нас нет. Интернет-то у нас нет. Алло, какой нахуй? Вот на ТВ. На ТВ очень маловато виральности будет, если че. Если че. Хотя, с другой стороны, это самое большое, что нам может дать. В принципе, в газетах дает мало, а, ну, на ТВ, наверное, на ТВ это прям будет жестко. Давай сразу в ТВ вложимся, пойдем сразу по этому. Ну, телевизор никогда не врет. Телевизор нам снова никогда не врет. Телевизор, я когда в жизнь... Ты что? Ты что, ты совсем с ума сходишь? Телевизор нам когда-то хоть раз врал. Никогда в жизни. Такого не будет. Никогда в жизни телевизор нам не врет, да? Не врет нам телевизор, поэтому верим, мы все в это, блядь, глупо, слепо и пиздец. Окей, спокойно. Пылут корабли. Главное, чтобы в Иванную Гренландию кто-то приплыл и напиздел, что интернета больше не будет во всем мире. Перейдите на вкл развития и распространения дезинформации. Виральность определяет, как быстро новость доходит до новых людей. Правдоподобность. Станут ли люди обманутыми или проинформированными? Хорошо. На вкладку развития. Пойдемте. Пойдемте посмотрим. Развитие. А, это мы здесь были. Это мы здесь были. Так, это у нас изначальные, короче, факторы. Это, в принципе, все небольшие у нас статистики. Здесь приспособляемость. Так, а это что такое? А, это что, подожди, такого я не помню. Обвинение в предвзятости. То есть, это нужно гнобить тех, кто начинает бороться с нашими фальшивыми новостями. То есть, какой-то мудак решил, короче, всем рассказать, что студенты ебанулись. Что ничего серьезного не происходит. Что интернет тут сейчас 15 минут. Потому что там починят какой-нибудь щиток, а все будет нормально. И вот его нужно, короче, сказать, слышишь ты? Слышишь ты, блядь? Ты что делаешь-то? И все. И начать его вот это вот делать. Окей. Преследование критиков. Что такое? Обвинение в предвзятости. Расширение списка жертв. Сместите фокус в фальшивых новостях на описание жертв. Замедляет проверку фактов. Обращает проинформированные людей в неосведомленных. Снижает правдоподобность. Окей, я пока не понимаю, какие-то такие фактечеры, но с ними нужно что-то делать. С ними нужно что-то делать явно. Так, ладно, поехали пока. Почему-то мне не дают ни хрена этих, как их называют, очков. Но Россия пока идет по фальшивым новостям нормально. Я чуть прибавлю скорость. Ага. Спокойно. Аккуратно. Так, здесь я нажму, пожалуй, паузу и посмотрим, что дальше. Мне пока никакие фактечеры ничего плохого не сделали. Блях, опять начинается эта вот непонятная наркомания. Блях, страшно. В развитии. Нам нужно развиваться 100%. Так, это у меня уменьшает или увеличивает ее? Мне кажется, давайте немножечко влиятельных людей тоже подключим, потому что рекламировать... А что такое? Нанимайте ведущих и участников для съемок в ток-шоу с жестко прописанным сценарием. Немного увеличить вероальность? Нет, мы сначала вкачаемся вот сюда вот. То есть влиятельные люди должны быть. Они должны рассказывать всем ходить, потому что... Продолжены вот эти влиятельные люди. Вот всем пиздеть, ходить и говорить, что... Да-да-да, это правда. Да-да-да-да. Да-да-да, конечно, это правда. Нихите чемоданы мои. Да, это правда. Вот примерно вот так. Окей, поехали. Хорошо. Сейчас право-подобность у нас взлетит, и мы сейчас будем немножко получше себя чувствовать 100%. Поехали дальше. Поехали дальше чуть-чуть по второму, по второму скорости. Блядь, очень плохо пока. Информирование идет очень хорошо, нам нужно что-то с этим делать. Информирование очень быстрое, это очень печально все. То есть обманутых все. Инвестиционный банк сообщил о катастрофических убытках из-за технической ошибки в генераторе случайных... Генераторе случайных чисел. Опять эти ебаные и вот эти вот компании, понимаешь? Опять эти компании компьютерные, гиганты вот эти вот. Опять из-за них теперь ломаются банки. Из-за них страдают люди и теряют свои вклады. Это нам должно было сработать на нашу пользу, но вряд ли здесь как-то прописано. Окей. Ага, ага, ага. Кто-то закашлял, значит все пиздец. Кто-то закашлял, но скоро помрет спокойно, аккуратно. Так, кто-то закашлял, это хорошо. Я не знаю почему, возможно, кто-то съел газету, подумал, что это все неправда и закашлял. Это типа кто-то наказал. Так, а вне контекста. Нанимайте исследователей для поиска цитат известных личностей, которые можно использовать в отрыве контекста. Типа, знаешь, как говорится, хорошо, когда телефон в кармане, а еще лучше, когда есть зарядка. Конфуция, 15 век. Вот типа такие будем фразы хуярить, да, и писать. Будет замечательно, согласен, окей. Так, ну может быть, подожди-ка. Сайты мы делать не будем. Так, у нас уменьшится. Подожди, нам нужно развивать виральность, чтобы было больше. Правда, вот правдоподобность, конечно же, уменьшится, потому что в этот ваш интернет хоть кто поверит. Но очень большая виральность, мне кажется, оно того стоит. Давайте, во-первых, сюда сделаем. Будет сильнее все заражаться, быстрее все так. Это какие-то котики. Мемы. Используйте картинки и тонкие шутки, или уже имеющиеся мемы, чтобы распространять влияние по сети. Увеличивает виральность, немного снижает правдоподобность. Но по интернету все, получается, снижает правдоподобность. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо, но с другой стороны, очень все сильно завирусится, и все будет неплохо, прям будет хорошо. Так, здесь чего, здесь чего? Общение с прессом, нанимаете известных личностей из популярных СМИ. Вот, вот, вот за червончик, за чирик, смотри, за червончик, за чирик, прям будет нормально. То есть мы очень сильно прибавим правдоподобность, потому что известные личности придут и скажут, ебаный в рот, я вчера сидел в интернете, представляете, что? Отключился, сука! Я звоню, говорю, а лобля, а лобля, где интернет? А мне говорят, не будет его больше никогда интернета вашего, потому что он нахуй не нужен. И все, и человек паникует, начинает кому-то все рассказывать, все, пизда, окей. Копим 10. Копим 10, и будет прекрасно. Копим 10, и говорю, 10 копим. Ой, хорошо, как поспокойно. Так, раз, два, три, четыре. Там что-то было написано-то, бляха! Гренландия, спасибо, отлично, хорошо. 26, вот сейчас все прекрасно, что такое? Работа с сообществом. Станьте частью общественной жизни и образа сообщества, и укрепляйте эмоциональные связи. Это поможет людям поверить в неправду и отвергать противоречащую ей информацию. Значительно увеличивает сообщество. О, да, смотри-ка, нихуяси, в два раза. Блин, а если, если вот, так, вот это что такое. Заплатите известным личностям экспертом. А, подожди-ка. Эксперты в областях за дезинформацию. То есть они стоят 16, но в два раза мне больше даже увеличат. Либо есть известные личности, которые... О, это известные личности, это, короче, это, знаешь, это вот эти вот, которые сидят, нихуя в вопросе не разбираются, но типа где-то кто-то краем слуха слышали и такие, да ёбаный рот. Им половина не верит, в них половина дурачками считает, они думают, хуй ты несешь, блядь. Чё ты, блядь, несешь, ты вообще в этом разбираешься, придурок. А он не разбирается, а попиздеть может. Поэтому, окей, давайте лучше вложимся нормально, вложимся в известных ученых. Пусть они доказывают свои теоремы и приспособуют это к нам. Это будет гораздо полезнее, 100%. Так, вот здесь сразу развить хорошо. И нам нужно теперь вот сюда вот в сообщество тоже вскинуться. Нам нужно еще три. Окей, ждем еще три. Ждем еще три, будет прекрасно. Так, окей, еще два. Спокойно, аккуратно. Тихо, а, хорошо. Нет, спокойно. Так, ну, блядь, очень плохо. Проинформировано пока очень плохо все. Пока что не плохо. Я не знаю, зачем это нужно, но типа пусть будет. Где-то я тетючу, подожди, что-то я где-то видел. Где-то что-то, что... Подожди, а где это было-то? Было что-то, что... А, вот здесь, что ли, в приспособляемости, точно. То есть это обвинить, это... Подожди, если я ничего не путаю, то это вкладка для того, чтобы скинуть сейчас какое-то количество ненужных нам негативных. То есть раньше на этой вкладке скидывались, по-моему, здоровые люди, что ли, или можно было рандомно отправить куда-то корабль, куда тебе нужно. Я не помню, что это... Пока этим не будем заниматься, пока это не нужно. Пока против нас особо никто не орет, пока против нас особо никто не противодействует. Давайте, скажем, вот сюда вот частью сообщества будет прикольно. Окей, вот. Теперь здесь. Хорошо, пока копим, пока копим, пока ждем. То есть у нас что-то понеслось, но не так сильно, всего лишь на весь мир. Чтобы узнать больше о стране, щелкте ее название в нижней части экрана, открыв меню страны. Да это мне зачем, блядь, я не знаю, не узнавать. Так, спокойно. Пока что очень мало идет. Новость пыст привела к обману сотен людей в такой стране, как Россия. Что повышает шанс ее дальнейшего распространения. Продолжительном же духе. Ну, маловато пока, 350 человек всего, ну, блядь, на полтора миллиона проинформированных. Ебануешься всем. Нужно как-то больше, 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 больше. Так, червончик. Червончик. Так, здесь у нас что? Поощряйте. Нет, это пока что нам нужна большая виральность. Нам нужно очень много виральности, очень много. Так, здесь чего? Правдоподобность. Или, подожди-ка, убедите, политика согласится с деинформацией и сделать ее частью своей компании. Значительно увеличивает правдоподобность. То есть какой-то политик, какой-то мудак, которому похуй вообще, в принципе, на все, кроме своей собственной выгоды, согласится ради этой выгоды, напиздеть всем подряд. И сделать эту часть своей компании. То есть он говорит, вот, допустим, он говорит, интернета больше никогда не будет. Все плохо, все хуево. Если вы верьте меня, я вам завтра интернет этот ваш включу, блядь, у меня дома есть кнопка. Все, допустим, хорошо, 15. 15, но мне кажется, правдоподобности нам пока хватает. Нам нужно, чтобы больше, 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 больше народу обо всем этом узнавал, поэтому нужно распространять. Нам нужно распространять очень сильно. Так, окей. Участие в общественных СМИ. Организуйте команды по поиску целевой аудитории для рекламы в САУ в общественных СМИ. Выбирайте наиболее подверженных деинформации и готовых распространять ее. Окей. Это мы сразу сюда пойдем. Здесь. Что такое открылось? Используйте ботов для роста числа подписчиков у пользователей, распространяющих дезинформацию. Это придаст их словам веса. Значительно лечит виральность. Ну, понятно. То есть, короче говоря, заходит человек на страницу кому-то. Видит, там пишет человек, интернета, блядь, не будет. Я вам отвечаю. Я пишу не из интернета, я сам сюда на этот сайт приходил в жизни в реальной. Люди такие приходят, думают, да и чё, еблан, блядь, три подписчика, чё его слушать? А приходит три миллиона таких, ебать. Чё, серьезно? Нихуя себе, три миллиона подписчиков? Ух, ебать, ух, ебать, и всё, и беда. Окей, сразу сюда. Правдоподобность сбрасывается, но пока нам не нужно. Нам нужно сейчас всё это завирусить. Неважно, какое говно, главное, чтобы завирусилось. Хорошо, окей, поехали сюда. Допустим, здесь чего? Ебать. Используйте продвинутых ботов для автоматического поиска и распространения больших объемов дезинформации в социальных сетях. Значительно увеличить виральность, немного, берём сразу. Это очень дёшево, это очень хорошо. Здесь чего? Сколько у меня бюджета? Где? Пять. Вирусные сообщения в чатах. Создавайте легко распространяемые сообщения с дезинформацией для продвижения в чатах. Увеличивает виральность, немного увеличивает сообщество, немного снижает правдоподобность. Ну, сообщество тоже нужно увеличивать. Давайте, окей, сюда всё вкачаем. Всё, что можно. Вот ещё можно кошку ебануть. Или вот сюда вот. Так, окей, здесь чуть-чуть больше виральности будет, но убирается правдоподобность. А здесь у нас просто меньше виральности, но остаётся правдоподобность. Я думаю, что нужно оставить это Спонсируйте регулярный подкаст, где участники смогут обсуждать дезинформацию и оспаривать истину То есть получается, какой-то подкаст, какой-то ведущий сидит, пиздит в микрофон К нему приходят всякие, короче, люди, например Они даже пытаются ему сказать, что ведущий, это дурак, ты не прав Я тебе уебу сейчас в голову, он говорит, не-не-не-не А вот смотрите, а вот есть такие факты, а у нас еще есть ученые и политики Окей, сюда вкладываемся Вкладываемся, все, окей, сейчас будет Сейчас пойдет очень большой рост, 100% игры, распространение пойдет Сейчас смотри Ага, полетела, блядь, полетела, очень сильно полетела Взлетела сейчас резко, обманутые сейчас полетели Так, новость быстро распространится по всему миру Используйте меню мир справа внизу, чтобы посмотреть список еще не обману страх Это нам пока не нужно Вот здесь вот, вот с этим нам нужно бороться, когда здесь начнутся проценты течь Тогда нужно этих всех пиздоболов, которые против нас, всех вот этих нужно гнобить, чтобы их никто не слушал Хорошо Сейчас будет веселее, смотри, посмотрим Ай, хорошо идет, едит ты уже, шмать, как везде все разлетелось Не успел я прокачать эти, ваш интернет, вот эти разборки То есть, представляешь, да, уровень тупости, нахуй Человеку приходит по интернету новость, что интернета больше нет Человек говорит, ебать, вот это да Вот это да, а что так плохо-то? И все, и конец Так, поехали дальше Поехали дальше Здесь пока ничего трогать не будем Здесь, чего прокачивать будем? Так, нам нужно, нам нужно поднимать правдоподобность Нам нужно поднимать правдоподобность хоть как-то В принципе, можно поднимать ее Вот здесь, вот, 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 политика, политика взять Политика взять нужно себе 10 политик стоит 15 Берем сразу политика Здесь хорошо Нам сейчас нужна правдоподобность Я так понимаю, что виральность это заражаемость Правдоподобность это, как это было раньше Я пытаюсь вспомнить, как это было с вирусами То есть виральность это распространяемость, что ли Правдоподобность это заражаемость То есть вирус обстраняется, но может не заражать Или как-то болезнь Я не помню, что здесь было я примерно пытаюсь понять что это здесь конкретно значит хорошо так убедите политическую партию сделать информацию частью своей политической программы что приглашал провозглашать ее в своих заявлениях и манифестах значительно ведь правда подумать хорошо здесь чего свяжитесь с известными организациями работающим в этой области и ведь их открыто поддержите информацию то есть мы например допустим званием тренд провайдеры были здрасте интерпровидер ты такая хуйня дело дело такое нам нужно это больше не будет они такие смысле мы его предоставляем скажите что улов скажите что его реально скоро отключат и не такие то есть ты представляешь тебе от интернет проведера того приходит сообщение что это отключат мы тебе отключаем интернет и такой звонишь другие компании тигр и серьезно интернета больше не будет все это мне кажется очень жестко будет таки ты берем здесь чего может быть вот сюда пойти чуть-чуть подешевле подождать еще сбор средств проводите мероприятия организуйте сбор пожертвований с обманутых людей в пользу вашего дела о за двадцатку сообщества увеличить неплохо здесь чего так хочу подождя это вообще все за 12 все по чуть-чуть увеличивает отлично а поощряйте обманутые сообщества к распространению определенной дезинформации увеличивает веральность и сообщества немного увеличить это хорошо доберем это берем замечательно дальше 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 здесь у нас что создавайте и распространяйте документальные фильмы и видеоблоги на сервисах потокового видео увеличивает веральность и ногтем это правда берем берем очень большая очень большая заражаемость отберется здесь так здесь чего здесь мы увеличиваем чуть-чуть и то и то нанимаете ведущих учать для всем ток-шоу жестко прописан сценарий ну то есть это знаешь а типа всякая лабуда по телевизору показывается они там кричат ты лох там для нет ты сам но не в сценарии было написано что когда он кричит и лох ты кричишь он сам что-то типа того но 7 это дорого 7 дорого нихуя не дает не буду брать пока брать не буду на всего остается 7 как раз таки я думаю что возможно здесь что вкачаться картинки и тонкие шутки там мемчики давайте мемчики возьмем в эти мемчики возьмем будет все прекрасно у нас ждем ждем сейчас будем копить сейчас будет очень весело очень-очень сейчас быстро все плите смотри бля ну нет а плохо летит на самом деле гора количество обманутых вообще несоизмеримо меньше чем проинформированных о том что все пиздеж нам что-то делать теми кто хочу это пиздеж они миллионами прибавляются ебать они прибавляются миллионами так это печально может быть разъебать что вот здесь вот сместите фокус фальшивых новостях на описание жертв хорошо может быть все таки вот с этими вот замедляет факт чекеров факт а факт чекера это люди которые проверяют факты с так подожди а у нас еще не началось по моему как получается здесь что проверка фактов и факт чекеры это аналог того что было в обычной игре с учеными которые разрабатывают лекарства то есть когда лекарства и факт чекеры пойдут реально уже что-то там расследовать вот здесь у нас это все будет вот тут внизу в миру то нам нужно будет с ней бороться чтобы они медленно это все делали я ясно понятно сейчас сейчас пока что за распространяемость будем топить за распространяемость вот правда подоб я не знаю но пока что у нас принц продавности хватает давайте вкачаем сюда продаваться это популярные сми и вот сюда еще можно тоже окей давайте мы все читали давайте все это вкачаем пусть будет так у меня два очка осталось хорошо ждем но на нужны очень сильные приросты очень большие просто нам нужны громадные большие просто нужны то есть реально ублять люди миллионами прям новость пусть привела к обману тысяч людей в такой стране как россия люди все быстрее поддаются вашей дезинформации это хорошо это хорошо ну мало на самом деле россию пока 16000 человек 20 а общественность призывает агентство проверки фактов в такой стране как россия принять меры против новый быстро распространяющий не таро так сухой это это роском этот надзор до пришел короче вот это вот пришли короче сейчас будут бороться ебать ебать за все эти фальшивые новости значит и делать на 4 это плохо это сейчас вот сюда пойдет это сейчас пойдет сюда сто процентов так аккуратно это взял тих 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 тихо правительство и благотворительной организации начали борьбу с новостью фальшивой новости об иммиграции делиться фактами чтобы донести до людей правда мешайте про их фактам а вот мешать проект окей окей мешаем проверки факты все хорошо так хочу там прям идет проверка факт сейчас пока фактов никто не проверяет нам нужно сделать так чтобы по итогу красная полоска вот это было больше чем синяя вот этой пока это вообще невозможно получается пока прям пиздец пока растет прям очень быстро синие полоску я возможно может как-то ушатать спокойно ждем пока так ладно давайте быстрее еще сюда куда чуть вкачаем в давайте сообществу про себе побольше сделаем здесь чего финансируйте поездки обманутых групп на мероприятии по всему миру чтобы распространять дезинформацию в пока нетронутых странах увеличивать количество и чаще с границу хорошо а здесь чего производите и продавайте одежду и аксессуары с информацией лечиться у это мерч хорошо я даже не знаю давайте ну давайте в другие страны поедем там получается просто по всему миру сейчас быстренько разлетится и будет веселее окей сделаем так поехали а хорошо полетела 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 прекрасно теперь давайте мерчим торговать чтобы все прекрасно за что там все пизда а здесь чего добивайтесь появление известных личности популярных новостных программах действует непредвзятое мнение не будет подвигаться сомнению согласен согласен берем опять трестал все ждем нам нужно сейчас очень быстро поднимать красную полоску очень быстро прям быстро настолько сколько возможно о о миллионе так окей миллиард миллиард людей пока а миллион уже обмануть все нормально все хорошо все прекрасно сейчас и будет красиво о гренландии полетел это вообще прекрасно но нормально нормально заражаем только так спокойно идем идем и вкачиваем себе что-то более правдоподобное наймите исследователей для подготовки недостоверных но правдоподобных данных которые могут придавать дезинформации веса берем берем здесь чего дипфейк нихуя себе подделка образов это дипфейк а это типа когда лица там заменяют да все вот этот и свой технологии распознавания и копирование мимики чтобы избежать и известных изображать известных людей придавать веса не информации значительно ли то есть а мы берем вообще похуй любое лицо самое правдоподобное самые лучшие в мире ученый который разбирается в этой хуйни лиха лишь чем вы все а просто берем его лицо присылаем на при при прише это пришатый на нашего актера наш актер говорит от имени этого лица и все это по мемчиком по фактам по нашим каналу разлетается и пиздец люди в панике вообще обосраться просто окей 18 стал секунд но у нас пока зачем прикол нас пока никто в мире не борется с нами поэтому нам вот сюда вот прокачиваться пока смысла никакого нет а нам нужно именно развитие развития хуярить именно развитие нужно делать что-то с ним творить прям что-то прям ебени только так давайте вот сюда пойдем или сюда по идее давайте поднимать верность чуть-чуть сюда это мы ток-шоу прочую хуйню здесь чего нас о как много у как хорошо а прям подожди приобретите контрольный пакет акций в крупной телесети или телесети чтобы контролировать программ передачи коллектив то есть мы берем ставить акционерами канала например какого-нибудь и говорим слышишь все это хуйню снимают эту свою снимаем то что нужно нам и окей все заказуха полнейшая пропаганда пошла заебись так 19 ждем купим ждем купим все будет прекрасно хорошо 19 уже 19 спасибо 20 все хорошо покупаем покупаем блять канал хорошо очень будет очень будет весело сейчас будет прекрасно прям пиздец алло информирование ебаная прекрати нахуй информировать там прекрати так власти предпринимают меры против новости пыст чтобы информировать население и помешать новости фальшивными окей власти прямо пошло 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 вот сейчас уже плохо так ладно а возможно тут нужно было делать раньше на самом деле обвините факт чекеров при 20 давайте больно так у нас 8 еще прокачал что ли бля случайно же от случайно же ладно за случайно же бляну пока а миллиарды прямо растут гораздо быстрее чем мои обманутые пацаны это очень плохо это очень-очень плохо так сюда тоже просто вкачиваем все мы отнимаем отвлекаем внимание поиска истины пока обманываются прям плохо так правительство стран мира обеспокоены фальшивой новостью они призывают немедленно принять меры чтобы предотвратить распространение информации это это плохо это плохо это работает против нас подожди а где же я видел проинформированных которые становятся сомневающимися что не так то где-то же я такое видел а вот проинформированных окей все вот это нужно теперь сделать замедляет проверку придать превращает проинформированных людей в неосведомленных всех что ли блять вот это нужно стопроцентно прокачать ждем 16 если обманутые люди эмоционально привяжутся где информации положить его в основу своего стиля жизни шанс того что они станут проинформированы заметно снизится что это значит и не понял то есть пока нам опасаться нечего на пока нужно вот этих взять и сделать их непроинформированные и сделать их сомневающимися нужно 16 очков а на пике истерии по пришельцам количество похищенных ими американцев достигло четырех миллионов человек но с появлением мобильных телефонов количество печенье значительно снизилась хорошо так блять ну сыворотка растет это пизда конечно полная знает знатная херня так факт чеки начинает понимать кто и откуда появилась фальшивая новость и готовится принять меры по ее заболчить нахуели что совсем так хорошо спокойно вам нужно поспешить чтобы ануть людей а больше людей заставить поверить новость если более половины мира станут проинформированы то будет уже не остановить правду будет уже не остановить так мы пробуем вот здесь если получится то хорошо если нету пиздец про информированным становится все сложнее следить за новостью пыст ее вечно меняющийся трактовка источник мировой лидер а окей смотри-ка улетели маленько немножко улетели хорошо но пока неплохо согласно последним опросам два процента американцев верно что земля плоская это хорошо это хорошо это нам на руку это нам на руку нам отвлекать так здесь чего сместите фокус фальшивых новостях на обвинение замедляет проверку фактов прощает про информных людей не с медалью вот 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 это все вот это все нужно качать нам нужно это сбивать сбивать синюю полоску обратно туда просто ее сбивать чтобы прекрасно нужно 16 еще два все будет хорошо это вообще собьется в итоге хорошо хорошо сбиваем отлично здесь чего будет делаться искажение информации добавьте к большим новостям искаженную информацию чтобы увеличить охват замедляет проверку фактов превращает про информных людей вне с медалью замечательно просто прекрасно просто замечательно смотреть про информировано становится сложнее следить за новостью а виновные животные у сука живопа улетели хорошо пошло 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 Идёт ровненько, уже, уже, подожди, уже идёт ровненько. Запоминай, уже идёт ровненько, что синий, что красный, идёт ровненько. Сейчас я ещё сброшу осведомлённых, и мы выиграем. Так, фальшивые новости могут привести к смерти. Чё? ВОЗ назвала антипрививочное движение одной из десяти главных угроз здоровья в 2019 году. Один информации о прививках может ввести на нет десятилетия борьбы с контролируемыми болезнями. Хорошо. Так, 18, здесь. Хватит, хватит, окей. Сразу, здесь чё? Искажите информацию о смеси фокусе нашей новой области. Замедляет проверку фактов и прорачивает значительные... Да это понятно. 22. Уча 22 будет, и мы точно выиграем. Так, проинформирование становится всё сложнее следить за новостью. Множество проинформировок людей стало неосведомлёнными. Хорошо. Но это мы выиграли. Мы сейчас больше половины, а учёные здесь не смогут ничего успеть. Они не смогут ничего успеть, 100%. Некоторые прослойки общества быстро подхватили манифест ПЫСТ. Праводоводобность повышается. Прекрасно, замечательно. Так, всё, окей, качаем. Качаем здесь. А, нет, подожди, пока не буду. 22, мало чего стрельнёт. Новости ПЫСТ удалось обмануть около 40% мира. Если будет обманута половина мира, дезинформация будет уже не остановить. Но это всё, это конец. Это выигрыш. Это выигрыш вот сюда вот сразу. И раз. Хорошо, всё. Сейчас я не полоску просто уйдёт. Фальшивые новости о культуре. Мотив политическая выгода. Источник офисной работники. Виновные элита. А, трактовка новости изменена. Хорошо. То есть настолько всё стало охуенно, что люди просто забыли, с чего всё началось. И теперь всё совершенно по-другому. Без проблем. Без проблем. Всё, окей, мы выиграли. Хорошо. Почти половина мира обманута. Теперь новость ПЫСТ распространяя, уже не остановить. И она начинает бесконтрольно распространяться. Хорошо. Хорошо. И это тоже всё без... Но мы выиграли. Италия. Все жители страны обмануты. Последний проинформированный житель из такой страны, как Италия, устал бороться и согласился, что ПЫСТ это правда. Согласен. Так и нужно, так и нужно. ПЫСТ удалось подорвать общественное доверие. И общество раскололось на изолированные сообщества единомышленников. Способность поднимать чужое мнение была утеряна. Несколько волн дезинформации в главе с новостью ПЫСТ полностью уничтожили концепцию объективной правды. Ничему больше нельзя верить. Бля, это победа, это ГГ. ГГ я выиграл, нахуй. Новости об иммиграции фальшивые всё более облегчают манипуляцию общественным мнением и задаёт повестку дня. На вкладке приспособляемость доступны новые возможности влияния. Да? Подожди, в смысле? Не понял. Не понял сейчас. А мы типа ещё не выиграли, что ли? Сейчас, секунду. Так мы же выиграли. Весь мир убеждён, что ПЫСТ это чистая правда. Волонялось создать мир, которому плевать на факты. Где новость ПЫСТ владеет умами миллиардов, а правда ничего не значит. Всё? Новость ПЫСТ успешно обманула всех на земле. Нельзя! У меня фон всё время красный, он специально не меняется. Нельзя! Запомни, нельзя недооценивать скучающего студента. Скучающий студент это угроза всему миру. Нельзя! Давай студентам скучать. Именно поэтому и студентов, и школьников с ног, сука, до головы заваливают домашним заданием. Чтобы им некогда было скучать. Иначе если их не будет заваливать заданиями, они заскучают и начнётся полный ПЫСТ. Понятно? А потом ещё, начинай, начинай это, блядь, потом не говори, почему тебя постоянно заваливают, почему ты постоянно ничего не успеешь. Вот именно за этим, за тем, чтобы мир чувствовался в безопасности. За тем, чтобы мир просто не повернулся с ног на голову и не пошёл по пызде соответственно. Вот такой вот сценарий, кстати, неплохой. Неплохой, очень прикольный сценарий. Почему, собственно, нет... Бляк, репота бит идёт. А, здесь... А, сколько появился ещё сценарий? Подожди-ка. Успешную настольную игру. Утратили веру в науку. Ну, здесь можно, в принципе... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Можно, в принципе, ещё посмотреть. Неплохо всё это выглядит. Посмотрим. Мне, в принципе, нравится. Мне эта игра нравится. И вот эти вот её... Раз, так сказать, разновидности... По сути, геймплей-то одинаковый, но меняется сильно ощущение от игры вот с такими сценариями. Это, например, не как в Хаус Флиппере, когда у тебя геймплей не меняется, просто добавляют новый скинчик или новый шкафчик. Здесь, ну, я не скажу, что кардинально, но игра сильно меняется в зависимости от того, какие сценарии и какая изначальная стратегия здесь дана. Короче, очень классный, очень прикольный, очень пиздатый сценарий, который мы, собственно, затащили. На этом мы закончим. Ссылка на плейс с остальными плагуинками будет в описании. Подписывайтесь на канал, на паблик, на ответы на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Не верьте всему, что вы читаете в интернете, слышите по телевизору или по радио. Проверяйте факты сами, потому что кругом пиздёж. Я не говорю, что пиздёж это всё, но проверять желательно всё. Так сказать, если тебе кто-то сказал, что завтра что-то случится, как бы проверь сначала, потому что, мало ли, он хочет что-то использовать тебя в своих целях и заработать на тебе какую-то выгоду. Всё, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.